Всем привет! Меня зовут Алена Клименко, и я решила помочь вам разобраться с темой химический состав клетки. Давайте начнем с белков. В этом видео я расскажу вам все, что нужно знать про белки. Итак, белки – это высокомолекулярные соединения. Это значит, что они имеют высокую молекулярную массу. Также белки – это полимеры. Что значит полимеры? Давайте разберемся с этим понятием, что такое полимеры и что такое мономеры, на примере конструктора Лего. Допустим, у нас есть конструктор Лего, и одна деталька в Лего является мономером. Один вот этот кирпичик. И если взять много этих деталек, много мономеров, соединить их между собой, то у вас получится целая такая, какой-то замок или крепость, смотря что вы из них строили. И это, по сути, будет являться полимером. То есть полимер состоит из множества соединенных между собой мономеров. Что же будет являться конкретно мономером белков? Мономером белков является аминокислоты. Посмотрите, как выглядит химическая формула аминокислот. Если вы не учите химию, вам, конечно, будет это немножко сложно. Но хочу обратить ваше внимание, что здесь есть аминогруппа, содержащая азот. Это важно. Имейте в виду, что в состав белков входит азот, причем в большом количестве. И есть карбоксильная группа. Две аминокислоты, вот одна аминокислота, вот вторая, могут соединяться между собой с помощью пептидной связи. То есть для тех, кто не сдает химию, можете запомнить, что это выглядит так. Аминокислота 1. Я так сокращенно пишу аминокислота. Плюс аминокислота вторая. Они соединяются между собой, и между ними появляется связь. Эта связь называется пептидная. И две соединенные между собой аминокислоты называются дипептид. Почему именно ди? Это от слова два. Потому что соединилось только две аминокислоты. Если будет три аминокислоты, это три пептид, а уже много аминокислот, то вы получите полипептид. Поли означает много. Мона означает один. Мы разобрали с вами, что такое мономеры, что такое полимеры. Запомнили, что мономером белков являются аминокислоты. И аминокислоты в белках соединены с помощью пептидной связи. Это пока что основное. Дальше. Запомните, что белки бывают простые, и их называют протеиды. То есть в них есть только полипептиды. То есть только аминокислоты и ничего лишнего. Но бывают и сложные белки, их же еще называют протеиды. То есть идет полипептид, состоящий только из аминокислот. И есть что-то еще дополнительное, какой-то небелковый компонент. В связи с этим выделяют хромопротеиды. Например, гемоглобин включает в себя еще дополнительное железо. Гликопротеиды включают в себя дополнительную еще углеводную часть. Липопротеиды. Дополнительно в их состав входят еще липиды. Металлопротеиды включают какие-то металлы. И фосфопротеиды включают в себя фосфор. Обратите внимание, что существуют разные структуры белка. Если вы имеете... Вот самый простой вариант. Если вы имеете какую-то нить аминокислот, соединенных между собой. То есть просто аминокислоты соединяются между собой. И никаких дополнительных связей здесь нет. Это называется первичная структура белка. Аминокислоты в первичной структуре белка соединены пептидной связью. Связь пептидная. Во вторичной структуре белка... Вот, посмотрите, как выглядит вторичная структура белка. Здесь вот эта наша прямая... Ну, она тут не прямая, а наша ниточка аминокислотной последовательности закручивается в спираль, либо складывается в складчатый слой. Здесь нужна какая-то дополнительная связь, которая будет поддерживать такую конфигурацию и не будет давать раскручиваться этой спирали снова впрямую. Поэтому помимо пептидной связи между аминокислот, здесь имеется еще... Видите, я ставлю плюс, то есть дополнительно пептидная связь никуда не исчезает. Дополнительно появляется еще водородная связь. Водородная связь. Также существует третичная структура. Третичная структура. В третичной структуре вот эта спиралька, которая у нас есть, закручивается еще разочек. Точнее, даже много разочков, пока не получится клубок. Клубок или, правильно говорить, глобула. Тут появляются дополнительные связи, которые поддерживают эту глобу. Здесь появляются гидрофобные связи, гидрофобные связи, ионные связи и десульфидные. И вот четвертая структура, она называется четвертичная. Название этих структур крайне просто запомнить. Представляет собой несколько глобул, соединенных между собой. Например, вот здесь нарисую один из примеров четвертичной структуры. Одна глобула, вторая глобула, третья глобула и четвертая глобула. Например, есть четыре глобулы, которые соединяются между собой с помощью иона железа. Вот связи, вот эти вот, называются электростатические. То есть дополнительно мы здесь записываем электростатическую связь. Я написала через тире, но это одно слово, просто это перенос. Конкретно вот эта структура белка, на которую я вам нанекаю, характерна для белка гемоглобина. В состав гемоглобина входит железо. Именно поэтому эритроциты, богатые гемоглобином, имеют красный цвет. Красный цвет придает железо. Конечно, в реальности этот белок выглядит немножко по-другому. Я нарисовала его утрированно, зато вам понятно, что здесь есть четыре глобулы. И это можно назвать глобулярной системой. Будьте бдительны, однако, посмотрите на вот эту картинку. Это же очень похоже на такую гармошку. И хотелось бы сказать, что это вторичная структура белка. Но нет, это будет первичная структура белка, потому что каждая аминокислота, она имеет нелинейную структуру, поэтому она выглядит вот такая изгибом, галочкой. Вот это одна аминокислота, вот это вторая, это третья. И соединены они между собой пептидной связью. То есть вот это характерно для первичной структуры. Данный рисунок был на ЕГЭ в 2018 году, поэтому будьте бдительны и не перепутайте этот рисунок со вторичной структурой белка. Поговорим теперь про функции белка. Первое. Конечно же, строительная функция. Потому что из белка, строительная или структурная, из белка могут строиться, например, мышцы. Белок входит в состав мембранных белков, то есть принимает участие в построении мембран. Это как минимум. Вторая функция белка – это энергетическая, потому что при расщеплении 1 грамма жира выделяется примерно 17 кДж энергии, 17 с копейкой. Также ферментативная функция. У белка есть ферментативная, она же каталитическая. Скобочка – каталитическая. Каталитическая – от слова каталис. То есть здесь речь идёт об ускорении химических реакций в организме. Почему мы относим к белкам эту функцию? Дело в том, что в состав ферментов входят белки. То есть ферменты имеют белковую природу. И ферменты ускоряют химическую реакцию. Именно поэтому ферментативная функция относится к белкам. Также есть у белков регуляторная функция. Потому что многие гормоны, но не все гормоны, имеют белковую структуру. Например, белковым гормоном является инсулин. Для гормонов характерна регуляторная функция. Они регулируют разные процессы жизнедеятельности. Например, инсулин может понижать уровень сахара в крови. Понижает уровень глюкозы в крови. Но ещё раз обращу ваше внимание, что не все гормоны белковые. Есть стероидные гормоны, которые имеют липидную природу. Например, тестостерон. Следующая функция белков – это транспортная функция. К транспортной функции белков относят гемоглобин. Примером транспортных белков является гемоглобин. Это белок, который транспортирует газ в организме. Может транспортировать кислород по крови и транспортировать углекислый газ. Гемоглобин осуществляет транспорт газов. А также есть белок альбумин. Альбумин осуществляет транспорт липидов. Однако не только липиды он транспортирует, но для экзамена вам этого будет достаточно. Следующая функция белков – это сократительная. Есть некоторые сократительные белки. Во-первых, белки мышц – это актин и миозин. Их знать нужно и полезно. Актин и миозин – это белок мышц. Есть белок тубулин, который входит в состав веретена деления, поэтому обеспечивает их сокращение. Но про тубулин будем говорить уже отдельно в теме, например, органоиды или митосиньоз. Следующая функция белка – это рецепторная. Во-первых, многие рецепторы в организме имеют белковую природу. Во-вторых, есть вещество родопсин, которое входит в состав рецептора глаза. Давайте в качестве примера напишем родопсин. Восьмая функция – это защитная. Отчего же защищают белки? Дело в том, что у нас в организме есть клетки-лейкоциты, которые способны выделять антитела. Антитела имеют белковую природу, и они способны противостоять каким-то чужеродным веществам, чужеродным агентам, которые проникли в наш организм. Например, какая-нибудь вредная бактерия попала в наш организм, лейкоциты вырабатывают белки-антитела, которые убивают этих бактерий, к примеру. Это вот утрировано, если себе это представить. И можно также выделить за функцию запасающую, но она развита у белков очень слабо, поэтому мы её выделяем в последнюю очередь. Также для белка характерно ещё одно явление, которое называется денатурация белка. Денатурация – это разрушение белка. И денатурация бывает обратимая и необратимая. И необратимая. Обратимая денатурация происходит тогда, когда разрушается четвертичная структура белка или третичная, или вторичная, но сохраняется первичная структура. То есть здесь должна сохраниться первичная структура белка. Таким образом, вот смотрите, была молекула белка до денатурации, воздействовал на неё какой-то фактор, это могла быть, например, радиация или физическое воздействие. Вы там куриный белок венчиком взбили. Белок денатурировал. Разрушилась его третичная и вторичная структура. Но через какое-то время возможно восстановление исходной молекулы белка до той формы, в которой она была. Этот процесс называется ренатурация. То есть это восстановление. Ренатурация. Но если всё-таки разрушить первичную структуру, то ренатурация будет невозможна. И в таком случае мы будем говорить о необратимой денатурации. Здесь будет разрушена первичная структура белка. Всё, и ренатурация здесь невозможна. В общем-то, это была основная информация, которая вам нужна для ЕГЭ по белкам. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Не забудьте подписаться, если вы не подписались. И будут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok